Ставленная грамота, выписка из метрической книги о рождении, свидетельство о смерти, семейные фотографии, удостоверение личности – все это вошло в личный фонд протеерея Сергея Петровского, который теперь будет храниться в Госархиве Ульяновской области. Отец Сергий был создателем Карлинского общества трезвости. Документы передала его внучатая племянница Мария Расторгуева. Получил протеерей Сергий разрешение у владыки Вениамина, чтобы и другие люди из других сел, городов и даже из других областей могли обращаться в это общество. Приезжали люди и с помощью молитвы, разговоров со священником Сергеем Петровичем, получали избавление от этого тяжкого недуга. При обществе в селе Карлинском был построен специальный дом трезвости. Немалую роль в его создании сыграл дед Марии Кирилловны, Андрей Иванович Расторгуев, который являлся братом Надежды Дмитриевны, жене отца Сергия. И приезжал народ, останавливался в доме трезвости, который построен был в селе Карлинском общими усилиями, с участием моего дедушки, тогда студента семинария пятого курса, о чем есть запись в архивных документах. Он был из богатой купеческой семьи и с помощью своих связей, своих знакомств он организовал пожертвования от купечества симбирского на постройку этого дома трезвости. По словам архивиста Антона Шабалкина, эти документы для архива особенно ценны, поскольку личных фондов, священников в Госархиве области хранится очень мало. Как правило, это документы до революционного периода. Многие дела за советский период откладывались в надзорных органах. Для нас сейчас огромный дар еще то, что появилась, так сказать, иконография самого этого человека. Мы можем смотреть его в лицо. И совсем еще молодого, безбородого, где он со своей супругой сидит. И где уже их семейство, где их родственники, друзья, знакомые. И, конечно, очень страшный, изменившийся его вид, эти фотографии, фас и профиль, сделанные для следственного дела. В 1919 году на глазах Петровского рушится все, что он создал. Во время Чепанного восстания карательный отряд расстреливает его отца. И стреляли разрывными пулями. Все это происходило на глазах как раз у матушки. Она это видела в окно. Сразу батюшку не убили. Он кричал, добейте меня. И один из красноармейцев заколол его штыком от виска до виска. Отец Сергий пытался остановить своих мужиков из общества трезвости, которые пошли с вилами на вооруженных людей. Но впервые они его не послушали, и многие погибли. Сам Петровский был арестован. В 1929 году Петровский попал под следствие по 58-й статье, как враг народа. Обвинения не подтвердились. Из тюрьмы отец Сергий вышел тяжело больным. Подхватил там туберкулез и малярию. В 1933 году он умер. Память о нем теперь долгие годы будет храниться в Госархиве Ульяновской области.